Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче! Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете смотреть мои видео, несмотря на всю эту ситуацию, которая у нас возникла. И ещё раз хочу напомнить, что теперь мой канал есть и на Яндекс.Дзен. Добро пожаловать на мой канал! Если что-то случится с Ютубом, то на Яндекс.Дзен вы точно также можете меня найти и посмотреть. Итак, дорогие друзья, а сегодня мы с вами продолжим. Пассивы! Конечно же, пассивы, потому что весна уже наступает в полном разгаре, дорогие друзья. И сегодня мы с вами будем сеять, конечно же, это цветы многолетние и пряные травы, которые просто необходимы нам на нашем участке. Итак, что я сегодня решила посеять? Это гипсофилу, многолетнюю снежинка. Она очень нежная, воздушная, как фата невесты. Ну, просто красота! Это монарду, лимонный аромат. Вот у меня здесь два пакета. И решила еще подсеять вот лафан тибетский. Я уже посеяла одну плошечку пораньше. Вам покажу. Вот. И вот табак. Табак. Вы знаете, можно, конечно, его было и посеять в апреле, но я все-таки хочу сделать это сейчас, потому что все равно всходы будут пораньше, и растение намного-намного быстрее зацветет и будет радовать нас на нашем участке. Итак, дорогие друзья, каким способом я буду делать пассив? Вот смотрите, это же, конечно, мой любимый букетный способ посева семян, вот, потому что я этот способ очень люблю, без всяких заморочек, без пикировки, без всего. Очень удобно, быстро и, скажем так, надежно. Для этого мне, конечно, потребуются вот такие вот диски косметические, вот, необходимо, раствор эпина. Вот на этот пузырек у меня была где-то одна капелька. Я всегда так делаю. И потребуется еще леечка с раствором энергена. Энергена, дорогие друзья, вот такой энерген. Здесь у меня уже осталась, конечно, одна капсулка, но ничего, я подкуплю хорошо хоть одна капсула осталась, потому что без энергена никуда не деться, скажем так. И я здесь уже развела этот раствор. Вы видите, он такой коричневого, как чай цвета. Вот такой нам раствор и понадобится. В чем мы будем производить пассив? Дорогие друзья, никакой земли мы использовать не будем, никакого грунта. Вот, почему я так делаю? Ну, во-первых, так вот, ну, как-то вот я привыкла, очень быстро всхожесть семян появляется. Вот. А будем делать на вермикулите. Вот. Я вот здесь уже две вот таких плушечки приготовила. Одна вот такая у меня глубокенькая. Вот. И вот смотрите, что я делаю. На дно, я, чтобы не занимать ваше драгоценное время, я уже, конечно, здесь заранее все сделала. Вот, смотрите, на дно я положила в три слоя бумагу. И вот поверх, значит, этой бумаги рассыпала вермикулит. Вот. Таким тонким слоем небольшим. И уже его я смочила. Теперь, дорогие друзья, что я делаю? Вот, беру я диск, да? Я целый диск не кладу в целях, скажем так, экономии. А вот так я его разрываю. И вот сюда укладываю уже на увлажненную с энергеном, увлажненный вот этот вермикулит уже с раствором энергена. Вот. И вот так вот опять же разъединяю эти диски и укладываю. Не обязательно, чтобы вот этот вот диск был такой толстенький. Но если хотите, можете и не разъединять. Я как-то вот привыкла так делать, потому что, ну и экономия, и, скажем так, вот. Вот, здесь у меня половинка осталась. Ничего, ничего. И вот мы видим, что они сразу у нас, скажем, стали влажные. Стали влажные наши диски. Чем хорошо такой посев, тем, что вот семена, потом мы беспокоить не будем, дорогие друзья. Они прорастут на этих влажных дисках. Корни пройдут через этот диск и, скажем так, будут уже укореняться землю. Дорогие друзья, если вы не хотите, значит, вот только на вермикулит и хотите сразу использовать грунт, можно сделать и так. Можно сначала насыпать грунта, так, потом слой вермикулита. Но почему я делаю так? Потому что грунт, понимаете, вбирает в себя всю влагу, вот. А вермикулит всегда остается таким влажным. И вот с этим раствором как раз вот семена постоянно остаются во влажном состоянии. Итак, дорогие друзья, можно сделать, я еще вам раз повторяю, с грунта. Потом я вам покажу на примере рудбеки, как у меня проросли семена. Ну, а сейчас мы будем, конечно, с вами делать посев. И сейчас вот я хочу посеять, конечно, монарду лимонный аромат. Можно было, конечно, ее и в мае, апреле посеять. Но согласитесь, что сходы будут намного раньше, потому что обычно май, июнь, это самые жаркие вот у нас месяцы, особенно июнь. И вот эти первые нежные сходы всегда подгорают на солнце. Чтобы этого не случилось, для этой цели я и сею делаю. Произвожу посев, конечно, заранее. Итак, сейчас мы с вами будем сеять монарду лимонную. Я уже не буду говорить про ее полезные свойства, что это замечательное, прекрасное растение, которое не только лечебное, но и ароматное, и привлекающее в наш сад пчел, бабочек, других полезных насекомых. Вот, ну и, конечно же, это ароматный чай с этим замечательным растением. Ну вот, семян, конечно, здесь производитель положил не очень много, дорогие друзья. И сейчас мы будем с вами делать посев. Вот, сейчас я камеру немножко поверну по-другому, чтобы было видно вам и удобно мне. Итак, производим посев, друзья мои. Вот, я плохо, что он, значит, синего цвета и не совсем видно. Но я вот сейчас рассыпаю как раз вот эти семена на диск. На диск. Сейчас рассыплю и, конечно же, все вам покажу. Вот, стараюсь как бы равномерненько рассыпать на этом диске. Вот. Семян, конечно, здесь не очень много. Хорошо, что у меня два пакетика. Так. Так. Вот они обычно прилипают к бумажке. Сейчас я вот так просто беру с бумажки. И вот так вот высыпаю. Самый, скажем, такой секрет будет вот досмотрите, пожалуйста, до конца. Потому что самый секрет я вам покажу в конце. Как и что, и расскажу, как и что делать. Чтобы всходы наши появились быстро. Понимаете? Они, конечно, могут стоять долго, всходить. Потому что тут написано вот как раз вот на пакетике. Сейчас я вам скажу, что всходы появляются через 10-12 дней. А вот моим способом, дорогие друзья, всходы появляются намного, намного быстрее. Вот. Потому что происходят определенные условия, в которых мы, скажем так, высадим наши растения. Посеем, вернее, наши растения. Вот. Они повлияют на наши всходы. Вот. Ну, что-то здесь еще меньше семянок. Совсем мало. Совсем. Ну, ладно. Сколько получилось, скажем так. И вот, дорогие друзья, Сейчас я вам попробую увеличить. И вот, мы посеяли наши семена. Что мы теперь будем делать? Вот. Теперь я их сбрызну раствором эпина. Вот так вот. Вот так вот. И сейчас покажу, что я буду делать далее, дорогие мои любимые друзья. Вы знаете, я решила вот сейчас сделать сначала пассив, показать, как я это все пропитываю, чтобы вам было все ясно и понятно. Потому что, ну, есть, знаете, не такие опытные хозяйки, а люди, которые совершенно, совсем недавно занимаются этим, вот, цветоводством, скажем так. Вот. Значит, вот я налила раствор с энергеном. Вот. Почему я так делаю? Сейчас я вам объясню. Потому что энерген на самых первых парах, когда у нас вот проклевываются семена, и корешочки начинают только что вот проходить туда внутрь, они начинают как раз питаться вот именно этим раствором, который благотворно действует на вот наши всходы. Дорогие друзья, я уже заметила, что с энергеном намного быстрее, значит, семена прорастают. Они становятся зелененькими, крепенькими. А сейчас мы будем с вами сеять гипсофилу. Гипсофилу. Снежинка. Вот, кстати, что тут написано? Что ее можно сеять с февраля по апрель. Ну, вот сейчас как раз самое подходящее место. Вот. Изящный многолетник для аранжировки зимних и летних букетов с обилием махровых цветочков. Особенно хороши по краям цветника. В общем, это такая вот красота, которую можно, ну, везде, скажем так, подсадить, потому что у них и цвет. Кстати, я искала розовую гипсофилу, но не нашла. Не нашла розовые гипсофилы. Хотела еще розовую. Итак, значит, вот вы видите мои разъединенные диски. Я их быстренько раскладываю. Вот. Вот так вот. Вот так вот. И почему вот еще этот способ очень хорош, дорогие друзья? А потому что потом растение... Ну, вот сейчас я вот так вот водички еще подолью. Ну, в принципе, сильно много-то и не надо, потому что у нас еще будет еще один ингредиент. Еще будет один ингредиент, который нам будет очень необходим. Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем сеять гипсофилу снежинка. Тут тоже семян очень мало, но как-то постараемся распределить аккуратненько. Кстати, от русского огорода. Ну, не вижу, видно вам или нет. Вот. Вот столько семянок. И вот я стараюсь аккуратненько их... Семена такие, знаете, как у мака. Как у мака. Кругленькие, черненькие. Вот. И я стараюсь их аккуратненько так распределять. Можно, конечно, и погуще. Если семена будут оставаться, мы еще подсеем. Вот на эти диски. Хочу сказать, чем это хорошо, потом мы не будем беспокоить наши растения. Понимаете? Некорневую систему аккуратненько возьмем, скажем так, эти диски. И уже перенесем на грунт. Вот. На грунт. В конце видео я вам покажу, как у меня уже растет, развивается рубекия. Таким образом уже я немножко подсыпала и грунтом. К сожалению, у меня грунт кончился. И я вот заказала грунт хороший. Плохой не хотела. Видела там в магазине, но тот мне не понравился. И заказала другой. И поэтому вот я жду грунт. Сейчас обильно опять смачиваем энергией нам, дорогие друзья. Вот. И что сейчас будем делать? Вот сейчас я вам и все расскажу. Главный секрет. Чтобы семена у нас проросли, конечно, побыстрее. Для этого эти семена должны произойти, как в природе. То есть должна быть природная стратификация, дорогие друзья. А для этого мы используем наш секретный ингредиент. Итак, дорогие друзья, это же, конечно, у нас будет снег. Так, снег, талая вода. Когда снег будет потом таять, вот я сейчас его просто вот так вот забрасываю на наши диски. Вот. Сама талая вода имеет очень такую, знаете, благоприятную молекулярную структуру. Именно эта молекулярная структура благотворно действует на все растения. Это уже доказано. И сами понимаете, растение генетическая есть память. Оно определяет и понимает, что когда снег тает, то всходы должны появляться, дорогие друзья. И этот компонент является таким вот как бы сигналом для прорастания наших семян. Вот. Сейчас мы засыпали вот наши семена снегом. Сейчас я засыплю вторую коробочку. Вот. Засыплю и все вам покажу. Ну вот. И эта коробочка уже готова, друзья мои. И вот что мы сделали. Мы создали для наших растений настоящие природные условия. Природные условия. И теперь вот эти коробочки я просто закрываю. Сейчас я вам покажу. Так, где моя крышечка? Закрываю крышечкой вот так. И не важно, что здесь написано, другое название. Я потом подпишу. Вот. Закрываем. И ставлю я на балкон. На балкон. Дорогие друзья, у кого нет балкона, ставьте в холодное, в холодное место, в холодильник. Если вы живёте на даче, поставьте прямо на улицу. Прямо на улицу. Семена, значит, всё-таки ещё ночью минусовые температуры. Холодно. Вот. И как раз многолетние растения понимают, что сейчас ещё зима. Ну, начало весны. И вот когда они простоят у нас там двое суток, пусть они два денёчка у вас постоят, а на третий денёчек вы просто, значит, эти коробочки заносите домой и ставите их в тёплое место. Я делаю так. Ставлю я на батарею, на книжку, значит, ну, такую толстенькую, потому что батареи пекут ещё очень сильно. На целые сутки. А потом, после этого, я уже выставляю сразу на подоконник. У меня подоконник прохладный. И растениям как раз это и надо. И семена пробуждаются. Пробуждаются. Начинают, значит, вот проклёвываться. Самое главное, семенам проклёнуться, дорогие друзья. И вот когда наши семена уже хорошенько проклёнутся, проклёнутся и появятся такие, уже видно будут такие клювики, росточки, вот тогда, дорогие друзья, можно уже в какую-нибудь другую плошку, значит, вот это всё перенести на грунт и чуть-чуть припылить грунтом. И тогда у вас очень быстро появятся сходы. Сейчас я вам покажу на примере, значит, рудбеки, как она уже себя ведёт после посева и посадки на грунт. Хотя грунта там совсем немного, но ей замечательно, прекрасно. Сейчас покажу. Вот, дорогие мои друзья, я вам показываю вот рудбеки. Вы видите, вот смотрите, какие хорошие крепенькие росточки появились. Это всё на диски, просто я эти диски положила на небольшое количество грунта, вот, потому что у меня просто не было грунта. Можно сразу делать такие плушки, как бы побольше, да, чтобы потом удобно было, ну, в этих плушках, скажем, сразу вот пересаживать в открытый грунт. Вот, ну, я потом это пересажу, в общем, подбавлю грунта и всё сделаю как надо. Просто у меня сейчас наличия его нет. Ну, и тем не менее, вы посмотрите, как прекрасно она себя чувствует, какие хорошие зелёные росточки из вот этих только-только клювики беленькие показались. И я вот сразу присыпала их, значит, грунтом. Грунт я сделала побольше вермикулита, чтобы он был такой воздухопроницаемый. Вот, дорогие друзья. Ну, и, конечно же, я подпитываю это всё влагой, вот, водой. И, а вот представьте, если бы я это сеяла, ну, весной, а сейчас она возьмётся в силу, и уже к июню уже будут большенькие растения, и рано к осени они прекрасно будут свисти и радовать нас. Вот, таким же способом я посеяла лафан тибетский. Вот вы видите, эта плошка, правда, небольшая, а сегодня я просто посею вот в такую же, вот в такую же широкенькую. Просто ваше время не хочу занимать. И вот-вот они уже начинают, они надулись. Точно так же я сделала, как показывала вам. И вот-вот эти семена, дорогие друзья, проклюнутся. Вот. В общем, вот такой мой способ. Пришла я к этому способу как-то, вот, знаете, чуть ёмкой какой-то интуиции. И мне он очень-очень даже понравился. Значит так. Сейчас мы, значит, не забываем, ставим холодное место на балкон. Прямо вот ставим на пол, там на балкон. И забываем на двое суток. Вот. Потом вытаскиваем, ставим на батарею. Сутки у нас стоит на батарее. И потом ставим на прохладный подоконник, можно. Ну, или какой там у вас есть, именно на свет. Потому что семена наши будут прорастать на свету. Дорогие друзья. Так. Ещё, мои дорогие друзья, сегодня хотела... У меня были вопросы по луку-порею. И мне задавала там моя... Я не знаю, подписчица она или зрительница моего канала. Извините, Ирина, что я вам не написала в комментарии. Просто столько было дел. Вот. И не успела. Но хочу вам ответить сегодня про лук-порей, про всходы. И всё показать. И решить вот эти проблемы. У вас там, по-моему, были какие-то сухие кончики. Сейчас я вам всё расскажу и покажу. Девочки, вот вы видите, что лук-порей у меня уже, значит, всходит. Лук-порей всходит. Я не тороплю. Я не тороплю этот лук-порей, потому что у меня подоконник очень холодный. Так. И если бы подоконник был потеплее, конечно, всходы уже бы, скажем, уже бы были колосились. Я не тороплю, потому что я знаю из своего опыта, что он нагонит. Он нагонит. Вот сейчас припечёт солнце в конце марта. Здесь у меня западное окно. И, в общем, он очень интенсивно пойдёт в рост. Не надо торопить растения. Растения должны развиваться, в общем, в своём темпе. Не надо ничего ускорять. Не надо ничего торопить. Всё должно идти своим чередом, дорогие друзья. Ну, что я хотела, значит, сказать. Ирина, вы сказали, что у вас, значит, вот подсыхают, я так поняла, что вот эти вот кончики. Я, конечно, не знаю, в каких условиях у вас находится лук. У меня он стоит, я скажу сейчас вам про свои условия. Он у меня стоит на подоконнике, на холодном. Вот. У меня все растения стоят без подсветки, на прохладном подоконнике. Здесь он, я просто вот открыла, он накрыт пакетом. Значит, что у меня сюда налито? Сначала у меня была налито просто вода, просто водичка. Вот. Но сейчас, дорогие друзья, когда по мере высыхания этой водички, я стала добавлять, значит, раствор энергена. Энерген, который мы с вами разводили. Для чего? Ну, чтобы лучку было хоть какое-то питание. Потому что он сидит не в земле. Он питается вот этой водичкой. Пока. Вот. Пока я вот в эти закрутки грунта не подсыпаю. Не подсыпаю до тех пор, пока он весь равномерно не заколосится. Вы говорите, что у вас подсыхают кончики. Это может быть как недостаток влаги. Это раз. Надо постоянно следить, чтобы корни у лукопорей, которые находятся внизу, не пересыхали, дорогие друзья. И не надо их сильно тоже заливать, потому что может быть, конечно, и закисание. Вот. И если у вас он стоит на жаре, может быть такое подсыхание, просто-напросто регулярно подливайте этот раствор. Я вот в моем случае я делаю энерген. Вы можете делать другой любой раствор. Но я поняла, что вот энерген очень благотворно влияет на лукопорей. И, конечно же, дорогие друзья, время от времени вот так вот немножко делаем опрыскивание, чтобы наш лук находился в таком вот увлажненном состоянии. Но он и так находится в таком увлажненном состоянии, потому что пакетом он закрыт. И там своя, скажем, такая вот атмосфера. Своя микроатмосфера. Атмосфера такая увлажненная. Вот. Но смотрите, чтобы вот, допустим, вы попрыскали, да, его и одели, а у вас светит солнце сильное. Они у вас просто подгорят. Попрыскали, немножко влага уйдет, потом закрывайте уже своим мешочком. И сами смотрите, когда снять пакет, когда одеть пакет. Вот. Ну, чтобы, конечно, надолго не надо его снимать, проветривайте. Вот. И я думаю, что все у вас получится. Видите, какие дружные всходы, где петельки появляются, где он уже распрямился. Потому что, дорогие друзья, здесь у меня разные-разные сорта. Вот. Венста там еще какой-то. И я думаю, Ирина, я вам помогла, скажем, ответила на ваш вопрос. И вот, попробуйте сделать так. Конечно, немаловажно, в каких условиях, я еще раз вам повторяю, находится ваш лук-порей. Вот. Нужно следить за влажностью и за солнцем, чтобы, значит, наш лук-порей, вот эти кончики, у меня, видите, они хорошенькие, зелененькие, не повредились. Вот. А потом, конечно, когда подойдет, он немножко, я уже вам повторяюсь, расправится. А то вы подумаете, что он так и будет до конца, до высадки в грунт, находиться в таком состоянии в воде. Нет, друзья. Обязательно я сюда буду подсыпать грунт. Вот. Потому что без питания нашим растишкам не обойтись. Они же должны чем-то питаться. Плодородный грунт подсыплю. Как я это буду делать, я, конечно же, вам. Все покажу. Но если вы хотите сейчас это посмотреть, откройте плейлист про лук-порей. И я там все-все показываю. Не забывайте. Смотрите. Там есть и видео о посеве. Кто и не посеял лук-порей, можете посеять еще и сейчас. Вот, дорогие друзья. Сегодня мы с вами провели вот такую работу. Очень важную. Сейчас я, конечно, вот еще посею табачок и лафан тибетский. Потому что это растение очень-очень полезно. Самое главное, это растение, дорогие друзья, оно регулирует кровяное давление. То есть оно не понижает, не... А вот именно выставляет баланс. Баланс кровяного давления. И самое главное, это растение помогает при инсультах. Обратите внимание на него. Обратите. Я заостряю специальное внимание. Потому что такие недуги, как давление, инсульт, это, скажем, бич нашего времени. Итак, дорогие друзья, вот, сегодня мы сделали такую замечательную работу. На этом я свое видео заканчиваю. Благодарю всех еще раз, моих любимых подписчиков, зрителей моего канала, всех, кто забежал на мой канал. Всех вас благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы смотрите. Не забывайте, что у меня канал на Яндекс.Дзен. Можете набрать Светлана Райна Дачи, зайти в Яндекс.Дзен и все там увидите. Ну, а я вам желаю, конечно, всем мира, добра и здоровья. Это самое главное. Но остальное все исправится и все приложится. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока.